Итак, уважаемые гости, мы начинаем сегодняшний вебинар. Компания Кудерлайн приветствует вас вести вебинар. Буду я, консультант-аналитик Гардашева Галина Евгеньевна. И сегодняшняя тема нашего вебинара – это 1С ERP розничной торговли. Мы поговорим сегодня об особенностях настройки и использования программы в случае, если ваша компания занимается розничной торговлей. Несколько слов хотелось бы сказать про саму конфигурацию ERP. Эта конфигурация достаточно инновационная, в ней много дополнительных возможностей. И самое основное – это то, что возможность использовать ее имеется для разных сфер деятельности. Для оптовой торговли, комиссионной торговли, для компаний, которые занимаются производством. Также есть участок доставки, то есть это учет транспортных расходов в случае, если есть свои транспортные средства и наемного транспорта, например, экспедиторов. Соответственно, получается, что это очень многофункциональная программа и сложность, так же как всех 1С, при этом заключается в том, что ее достаточно трудоемко настраивать. И кроме того, что необходимо сделать настройки именно в режиме использования разделов, которые вам понадобятся, чаще всего требуется настройка или перенастройка, скажем так, учета. Потому что программа очень структурированная, и документы оборот здесь тоже поддерживаются на таком уровне, когда требуется оформлять документально все движения. Тем не менее, эта программа позволяет вести и бухгалтерский, и налоговый, и управленческий учет. И, соответственно, кроме этого, в нее вшит достаточно большой блок CRM, то есть это взаимоотношения с клиентами, сведения о клиентах, история, взаимоотношения и много другого интересного. Новым в программе является то, что здесь можно в процессе настройки включать и выключать разделы. Если раньше в предыдущих конфигурациях требовалась, например, другая конфигурация, то здесь требуется только включить для использования соответствующий блок. Начинается настройка с раздела «НСИ и администрирование». В этом блоке сосредоточены основные настройки, которые включают и выключают нужные регистры, позволяют вести многофирменный учет, то есть не одно юрлицо, а несколько юрлиц. Ну и дальше по ходу знакомства с программой мы немножечко подробнее остановимся на этих моментах. Хочу немножко рассказать про строение раздела «НСИ и администрирование». Здесь есть, как вы видите, общие справочники, то есть начальное заполнение, корректировка регистров. «НСИ» расшифровывается как «Нормативная справочная информация» и более тонкая настройка разделов. Более тонкая настройка разделов у нас находится в блоке «Настройка НСИ и разделов». Но прежде чем мы начнем работать с этой программой, мы примем как условие, что у нас уже заполнены некоторые справочники, то есть номенклатура, немного контрагентов, движение денежных средств. Ну то есть будем считать, что условием задачи является то, что мы уже перенесли, например, с какой-то учетной программы стартовые остатки и уже внесли какие-то данные по номенклатурам, по сотрудникам и по структуре организации. И еще один блок, который у нас в этом разделе есть, это администрирование. То есть это технические операции, которые позволяют начать работать и, соответственно, определяют зону комфорта, кому как приятнее. Начнем мы немножечко с администрирования, потому что здесь сосредоточены общие настройки. Я, по ходу, буду рассказывать поподробнее, что у нас есть, какие плюшки и как можно ими пользоваться. Итак, обслуживание программы. Первый пункт меню. Сюда вынесены технические функции, например, удаление помеченных объектов. Верхняя панель меню – это как раз-таки то, что используется нечасто, но используется. И для этого не надо прибегать к помощи системных администраторов или узких специалистов. Раньше это располагалось в программах, например, УПП. Комплексная конфигурация располагалась в меню сервиса. Можно просмотреть активных пользователей, кто у нас. Ну, соответственно, кто в вашей организации, будет другой вид. Настройки прав пользователей и всего остального. Здесь же находится удаление помеченных объектов. Это то, что фактически наиболее часто используется в бытовом, так сказать, режиме, когда надо удалить какие-то ошибочные или лишние документы. Значит, мы переходим здесь интуитивно, можно догадаться, что когда мы запускаем этот блок, то программа ищет удаленные документы. И после этого, значит, мы либо выбираем, что их нужно удалить, либо соглашаемся с тем, что мы ошиблись, и эти документы не требуют удаления. Хочу еще раз отметить, что программа ERP, это практически... Ну, в ней сохранен весь функционал, который используется в конфигурациях бухгалтерия, зарплатой кадры и торговли и склад. То есть программа заточена, если можно так сказать, на небольшие предприятия, которые ведут торговую и некрупную производственную деятельность. Я не буду дожидаться, я прерву выполнение этой функции, потому что она достаточно долго будет искать помеченные объекты. Для руководителей и для административных работников здесь есть несколько очень интересных моментов. Ну, в частности, это отчеты администраторов. Значит, кроме того, что отчеты администратора показывают, что пользователь делал в течение рабочего дня, то есть какие документы редактировал, какие справочники редактировал, значит, здесь можно просмотреть и активность, и загрузку, то есть если у человека очень много обязанностей или очень много того, что он должен вести, это можно посмотреть здесь и отрегулировать. Значит, первое меню – это активность пользователя, то есть можно выбрать какого-то конкретного пользователя и просмотреть его деятельность в течение рабочего дня или какого-то заданного периода. Но более интересный в смысле контроля за работниками с организационной точки зрения – это анализ активности пользователей. В этом случае мы можем задать конкретный период, ну, например, какой-то отрезок времени возьмем с января, чтобы было что-нибудь, выбираем. Пользователей может быть не один, то есть здесь есть вариант подбора. Мы можем выбрать несколько пользователей. Это может быть по подразделениям, то есть, например, бухгалтеры, администраторы и конкретных уже людей. Ну, вот, допустим, выберем… Нет, все пользователи у нас будут долго искать. Выберем. Ну, пусть будет так. Значит, кроме того, что будет отражена его активность по созданию или изменению документов, программа строит график. То есть в этом графике можно посмотреть наглядное изображение загруженности ваших сотрудников и, ну, скажем так, полезность их действий. Это очень удобно, когда… Ну, в основном, когда переход с какой-то программы, перенос остатков, потому что обычно бухгалтерия ответить на вопрос, о чем вы тут занимаетесь, может очень приблизительно. А вот по такому графику совершенно конкретно видно, кто что делал и с каким успехом. Пока у меня формируется этот отчет, я немножко расскажу про структуру самого, самой конфигурации и про то, что из этого можно извлечь. Значит, в каждой блоке… То есть сейчас у нас включена функция интерфейс такси. В этом случае у нас на желтом поле высвечиваются разделы, то есть ЦРМ и маркетинг, продажи, например, все, что связано с продажами, склад и доставка, то есть немного структурировано по видам документов и функций. Также можно ввести международный финансовый учет, ну и, естественно, регламентированный учет, который содержит в основном отчетность в небюджетные фонды, в налоговую инспекцию, в Росстат, ну, то есть во все организации, в которые предприятие должно подавать отчеты. Значит, пока я рассказывала вам, какая хорошая программа, у нас сформировался отчет. Значит, в этом случае мы можем просматривать по разбивке по дням, и мы видим, сколько человек ввел документов, изменил документов, что он работал, например, со справочниками, сколько одновременно людей работало в программе. Ну, в нашей базе сотрудников не очень много, они введены для примера, поэтому, соответственно, и цифра 1, 2. И вот уже графическое отображение, что люди делали в течение дня, то есть что конкретно меняли, справочники, документы или что-то еще. Это очень удобно дает представление, ну, во-первых, об эффективности использования. То есть, видите, например, у нас здесь 3 дня человек делал по 1-2 справочника, а потом его посетило вдохновение, и он уже работал на полную катушку. Значит, кроме таких технических функций, здесь же находится и контроль журнала регистрации и продолжительность работы регламентных операций, то есть то, что обычно не видно и происходит в фоновом режиме. Соответственно, регламентные операции, которые были, можно поподробнее посмотреть, сделать резервное копирование или настроить расписание о том, когда это должно происходить. И очень интересный раздел «Корректировка данных». То есть сюда вынесена достаточно удобная и знаменитая функция «Поиск и удаление дублей», что практически в 90% случаев при переходе из одной конфигурации в другую. То есть, например, если вы приняли решение перейти на использование ERP с какой-то другой программы и переносили данные, то, естественно, выдаются ошибки, дубли и так далее. Значит, здесь мы задаем поиск, что мы ищем. Программа отбирает по виду документов, справочников. Ну, то есть, видите, очень большой выбор, что мы можем найти. И после того, как находит дубль этих программ, спрашивает, что мы должны сделать для того, чтобы их удалить или схлопнуть. Ну, в общем, спрашивает наше дальнейшее действие. Если предприятие вынуждено самостоятельно обновлять, то есть если у вас нет отдельного специалиста или у вас нет договора с обслуживающей организацией, то обновить программу можно при наличии подписки ЭТС, можно и самостоятельно. Очень хочется сказать о таком моменте. Какая бы ни была у вас бухгалтерия, какие бы ни были у вас административные подразделения, в любом случае, перед тем, как начать применение программы, необходимо обратиться в компанию специализированную и провести внедрение. То есть внедрение подразумевает, что специалисты обследуют ваше предприятие, установят, какие у вас бизнес-процессы, как они корреспондируют, с какими документами в программе, и, возможно, потребуется административная перестройка бизнеса. То есть, например, закрепление материально ответственных лиц за складами, разбиение на подразделения. Ну, то есть то, что связано именно с административными действиями, а не проводками и не действиями в самой конфигурации. Для того, чтобы программа работала успешно, это необходимо провести, потому что это не пустая трата денег, а залог того, что ваша программа будет работать корректно, будет облегчать вам жизнь, а не портит настроение тем, что неправильно настроенные блоки выдают недостоверную информацию о научной фантастике. После того, как мы посмотрели администрирование, идут общие настройки, в которых задаются режимы работы, соответственно, реквизиты предприятия и сведения, которые необходимы для заполнения на титульных листах регламентированных отчетов, применения штрих-кодов электронных подписей, ну, то есть базовые настройки. Региональные настройки находятся здесь же. Это в основном касается, если у вас применяются какие-то районные коэффициенты, ну, там, например, северные или еще что-то в этом роде. И, соответственно, здесь же то, что нам очень важно, это настройки пользователей и прав. Переключается интерфейс вот в этом режиме меню. Сейчас, я повторюсь, у нас установлено такси. Можно выбрать меню, которое будет, как в предыдущих версиях, не только ERP, но и других конфигураций, с которыми вы работали, например, уже. После того, как мы задали основные, так сказать, настройки, пользователей, интерфейс, общие положения, можно переходить уже непосредственно к настройке самой программы. Собственно, очень важное значение имеет структура предприятия, то есть ваше подразделение. В меню организации задается список организаций, которые составляют ваш бизнес. Управленческая организация – это, в общем-то, может быть сборная, то есть для составления управленческой отчетности, управленческих данных. Но каждое предприятие, которое вы завели, необходимо проверить на предмет именно подразделений. Это у нас заложено в структуре предприятия. То есть берем, например, торговое направление, и, соответственно, здесь уже задаются магазины, то есть не автоматизированные торговые точки, например, отделы доставок, отдел логистики, маркетинга. Ну, то есть, соответственно, так, как у вас построены бизнес-процессы, административное управление, которое всегда присутствует, то есть хотя бы директор и отдел кадров практически сейчас есть на любом предприятии. И после того, как настроена структура, организация и структуры, задаются уже более тонкие настройки, то есть счета, но для того, чтобы вот эти вот справочники заполнить, не обязательно сначала начинать с их настройки. Это можно сделать по ходу введения документов. Ну и, соответственно, самый основной момент – это начальное заполнение. Как вы видите, здесь много помощников. В общем-то, статный перенос предусмотрен из многих конфигураций. И есть данные документов ввода начальных остатков. Это в основном касается тех счетов, которые не имеют документов, ну, например, налоговые остатки по каким-то счетам. Ну, вот, собственно, есть перечень, что мы можем ввести руками, и что требует, что вам не удалось перенести, например, штатными способами, можно использовать вот этот вот раздел. После начального заполнения мы можем приступать уже непосредственно к самому интересному и вкусному. Значит, это настройка НСИ и разделов. Хочу обратить ваше внимание, что кроме того, что эти настройки вынесены в отдельный блок НСИ и администрирования, настройки есть еще и в каждом разделе. Соответственно, более тонкая, так сказать, настройка на конкретно ваши особенности бизнеса. Настройка НСИ и разделов предприятия. Здесь уже идет включение режимов, которые вы будете использовать при работе. ERP позволяет вести учет организациям, у которых есть обособленные подразделения. И выделенные на отдельный баланс, и не выделенные на отдельный баланс. Для того, чтобы активировать эту возможность, достаточно вот проставить флажок, и в этом случае активируется нужный раздел. У нас в нашем примере уже настроена структура, чтобы мы на это не отвлекались, не теряли времени. Соответственно, дальше номенклатура у нас уже тоже заполнена. Бюджетирование и планирование – это очень большой блок, мы его сегодня рассматривать не будем, немножечко пройдемся мимо него. И раздел продажи. То есть то, что касается нашего сегодняшнего именно вебинара. Значит, в первую очередь задаются настройки, какой конкретно торговой деятельностью ваше предприятие занимается. То есть если это оптовые продажи, то, соответственно, настройки, которые касаются этого блока. И розничные продажи, то есть те, которые касаются розницы. Использование или нет сертификатов. Если у вас несколько кассовых аппаратов. Если вы работаете с ЕГАИС или с какими-то другой маркированной продукцией. Это все активируется в этом разделе. Есть еще очень интересный раздел. Это раздел торговые представители. Такого не было раньше в других конфигурациях, поскольку это позволяет вести и учет загруженности торговых представителей, и историю взаимоотношения с клиентами, которых они обслуживают. И, кроме этого, позволяют планировать доставку, загрузку, графики посещений. Ну, то есть очень большой блок информации. Если мы ставим флажок детализировать задания торговым представителям по номенклатуре, то можно также использовать, что, например, торговый представитель Иванов работает, например, с корпусной мебелью, а торговый представитель Сидоров занимается, например, интерьерами. Кроме того, что мы можем включить в этом разделе работу с торговыми представителями, мы можем включить и мобильные приложения. То есть программа позволяет работать и через разные гаджеты, и, соответственно, передавать эти данные для загрузки в программу. Настраиваются данные обмена, и в этом случае торговые представители не тратят время на бумажные отчеты и все остальное, а передают в программу напрямую со своих мобильных устройств. Программа предполагает два варианта работы. То есть в случае, если вы работаете с заказами, и если вы работаете без заказов. То есть если вы работаете с использованием документа «Заказы», то в этом случае можно планировать и загрузку склада, и товарные остатки, и, соответственно, резервировать под конкретные заказы товар, чтобы видеть и свои запасы, и товарооборачиваемость, товарооборачиваемость, ну, то есть уже данные для финансового анализа более развернутые. Есть возможность использовать новый тоже блок, это мобильное приложение «Заказы». Если мы проставляем заказы, то ставится флажочек «Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением». То есть это, опять же, обмен. Что еще для нас важно при ведении розничной торговли? Это склад и доставка. В этом разделе мы можем использовать несколько складов, можем использовать ордерные склады, то есть как только мы проставляем флажок в каком-то из этих разделов, которые нам потребуются, возникает, активируется, вернее, не возникает, извините, новый блок, который, соответственно, требует введения информации и потом дает по этой информации возможность анализировать данные. Например, если у вас идут крупногабаритные отгрузки, то можно формировать упаковочные листы, можно делать для них шаблоны этикеток. И блок «Доставка». То есть если мы этот блок открываем и активируем, управление доставкой, задание на перевозку, то в этом случае в меню «Склад» и «Доставка» появляются дополнительные разделы и дополнительные документы. Внутренние перемещения – это перемещение между складами и, опять же, возможность использовать заказы на перемещение. И кроме того, что заказы введены как отдельный вид документов, у них еще имеются статусы. То есть, например, у нас есть заказ на перемещение и статус у него, ну, например, согласован или отгружен, или принят. Внутреннее потребление используется в случае, если мы какие-то товары и материалы используем для собственных нужд. Сборка и разборка предполагают, что проводится комплектация и в результате появляются какие-то новые номенклатурные единицы. Значит, и если у нас включен раздел «Работа с заказами», мы можем обеспечивать потребность. Либо это упрощенная форма, то есть мы отслеживаем только минимальные и максимальные заказы, то расширенное позволяет, кроме того, что минимальные и максимальные обеспечения заказов, позволяет учитывать плановые сроки, позволяет распределительным центрам работать и планировать графики снабжения и так далее. Мы не будем затрагивать производство кадра и зарплату. Еще хотелось бы сказать о настройках финансового результата и контролинга. То есть здесь мы, в общем-то, выбираем те пункты, которые требуются для ведения учета. То есть если вам необходимо вести учет по различным видам деятельности, ну то есть если, например, у вас есть оптовая торговля и розничная торговля, учет товаров, то есть, соответственно, контролируются или нет остатки товаров на складах. И очень коварная кнопочка «Отключить контроль остатков». Значит, здесь стоит сноска на время сеанса, но на время сеанса это отключается для конкретного пользователя. Почему я сказала, что коварная кнопочка? Потому что на самом деле, как только начинает не проводиться какой-то документ, первое поползновение – это отключить контроль остатков. Но потом очень тяжело искать ссылки и смотреть, а откуда же у нас появилась ошибка, и мы отгрузили товар в минус. Поэтому вот эту волшебную кнопочку лучше, конечно, без острой надобности не использовать. Ну и, соответственно, если нужно ввести обособленный учет себестоимости или автоматические расчеты по партиям, то это тоже настраивается здесь. Так, сейчас мы позакрываем лишнее. Теперь, после того, как мы прошлись, скажем так, по настройкам, в реале, например, заполнили регламентированный учет, здесь есть очень важная особенность. Программа может формировать проводки одновременно или только в конце месяца, когда мы делаем закрытие месяца и отражение в регламентном учете. Вопросы по валюте здесь же активируются. Возможность работы с разными валютами. И в каком формате из программы сохраняются документы для передачи в налоговую инспекцию, например, или в огнебюджетные фонды. Еще есть возможность устанавливать, если мы ставим здесь флажок, то работа с контролируемыми сделками будет упрощена и более комфортно, потому что активируются, соответственно, документы, которые необходимо представлять в налоговую инспекцию, например, уведомления. Сервисные функции, ну, это практически возможность руками исправлять, к чему стоит подходить очень-очень осторожно, потому что ручное исправление нарушает алгоритм штатной работы и потом могут быть недостоверные данные. И, соответственно, выбирается режим налогообложения. То есть, если у нас применяется УСН или у нас общий режим, ну, настраиваться тоже именно в этом разделе. Значит, после того, как мы заполнили с вами вот эти вот данные, самый основной вопрос при заполнении этого раздела возникает в том, что нужно продумать и проанализировать, как в вашем предприятии должно быть это настроено. То есть, не так, как, например, вы ввели в прошлой программе, а так, как вы хотели бы получить уже на новой машине, как вы хотели бы на ней ездить. Настройка интеграции – это в основном лучше для технических специалистов оставить этот раздел, потому что здесь затрагиваются именно вопросы обмена, синхронизации данных, ну, то есть технические подробности, настройки данного программного обеспечения. Здесь же находится производственный календарь. Его обязательно нужно настроить, потому что в противном случае у вас будут сложности с зарплатой, ну, то есть с теми разделами, которые обращаются к календарным и к рабочим дням. После того, как мы заполнили вот эти разделы, после того, как мы ввели все данные, ну, основные данные – это, естественно, режимы налогообложения, это виды деятельности, нужно или не нужно вести по ним раздельный учет, зарплатные данные, мы переходим уже конкретно к разделам, которые ведут наши операции. Ну, например, поскольку мы стали с вами говорить про розничную торговлю, возьмем, например, меню продажи. Хочу обратить внимание на строение этого блока. То есть у нас точно так же, как в НСИ и администрировании, имеется блок НСИ и несколько помощников. Ну, то есть вот помощники по продажам – это рабочее место менеджера, в общем-то. То есть здесь интерфейс настроен на то, чтобы обеспечить наиболее легкую работу именно с этим блоком без лишней информации, то есть чтобы человек не путался. Я не буду этот блок заполнять, просто чтобы вы запомнили, что он есть. Точно так же здесь и имеется раздел НСИ «Продаж». То есть НСИ – нормативно-справочная информация. Здесь справочники клиентов и контрагентов, договоров, индивидуальных соглашений. То есть можно, конечно, это все заполнять и по отдельности, но удобнее это делать уже из конкретного документа. очень важный момент – это то, что ERP имеет достаточно много разработанных приложений, которые позволяют интегрировать и другие виды деятельности. Ну, то есть, например, учет договоров, МДМ, расширение работы, там много, список достаточно большой. Лучше, если есть возможность проконсультироваться со специалистом и выбрать, если у вас какой-то специфический бизнес, выбрать именно то приложение, которое вам подойдет. Хочу обратить внимание вот на такое строение. То есть, если в предыдущих конфигурациях, например, там комплексное или УПП, справочник контрагента выглядел немножко по-другому, то в ERP это выглядит вот как двухоконное, так сказать, отражение информации. То есть, если я выбираю в справочнике какую-то конкретную позицию, например, компания Альфа, то здесь указываются все данные, которые у меня введены по этому контрагенту. Можно зайти в саму карточку контрагента. И в этом случае здесь у нас есть, видите, верхняя панель меню, где указаны документы, которые для этой компании или с этой компанией у нас имеются, и, собственно, сведения об организации. Очень удобно в этом случае работать с приложением проверка контрагентов, потому что по ИНН, если мы вводим ИНН, у нас заполняются автоматически все данные, что, в общем-то, исключают ошибки, которые очень распространены. Ну, самая первая, самая распространенная ошибка, это публичное наименование и рабочее наименование. То есть, если мы с вами перенесем в рабочее наименование, это то, которое у нас отражается вот в этом журнале, вот наименование. Если мы сюда перенесем ИНН, там КПП или что-то еще, то программа не сможет автопоиском вам помочь. Если сюда будет внесено ООО или ОАО или что-то еще, какая-то информация, опять же, поиск контекстный будет затруднен. Поэтому публичное наименование – это всегда то, как пишется в официальных документах, а рабочее наименование – это то, что вам удобно будет искать в журнале. Ну, вот конкретно в нашем случае это в алфавитном порядке. Чем больше вы заполните информацию про контрагента, тем более полная информация будет во всех документах, и вам не придется вручную ничего добавлять. Хочу обратить ваше внимание, это, в принципе, уже достаточно давно, в многих конфигурациях используется, что один и тот же контрагент может выступать и в роли поставщика, и в роли, например, прочих отношений, может дать вам займ или, например, от вас получить займ, и может быть клиентом. То есть вот эти флажочки, когда вы проставляете, активируются разные разделы, и, соответственно, программа будет автоматически поставлять в документы уже нужные сведения. На закладочке дополнительно можно задавать макрорегионы, ну, то есть, например, если у вас есть какие-то зоны доставки, или необходимо учитывать реализацию по разным районам. Если по экспедиторам, то это тоже задается здесь. Адреса и телефоны, ну, собственно говоря, если вы используете проверку контрагентов, они заполняются автоматически. Если нет, это тоже вшитые справочники и классификаторы, и их приходится дополнительно заполнять. Договора. Лизинг вынесен отдельно, поскольку это достаточно большой блок, и там много информации. Ну, и, соответственно, взаимодействие, взаимосвязи, карты лояльности. То есть программа позволяет ввести карты лояльности. Это обычно очень важно для розничной торговли, когда идет борьба за клиентов, и там к картам лояльности привязаны какие-то скидки. Собственно, именно по заполнению каких-то контрагентов мы не будем сейчас особо заострять внимание, потому что наша задача, как можно скорее, все-таки добраться до документов продажи и до настроек, которые с этим связаны. Значит, в меню НСИ и продажи, это мы с вами сейчас посмотрели, задаются в основном все сведения, и лучше, если эти сведения, естественно, будут полными и корректными. Дальше вы видите, что в разных разделах есть выделенные жирным шрифтом позиции и обычным шрифтом. То есть выделенные жирным позициям – это как бы наиболее важные документы, и максимально содержащие информацию. Ну, то есть документ продажи «Все» – это журнал один, который содержит разные виды документов. Ну, то есть все, которые существуют. Это и реализация, и счета фактуры, и просто счета. Ну, то есть те документы, которые вам будут нужны при использовании. Хочу немножко обратить внимание на то, что заголовки стопцов, верхняя строчка – это одновременно и фильтр. То есть мы можем, например… Не туда. Ну, вот. Можем по убыванию или по возрастанию. То есть если мы на какой-то позиции останавливаемся, то, соответственно, мы включаем фильтр. То есть если вот сейчас, как у меня стоит, это идет от меньшей даты к большей дате. Если я поставлю наоборот, то будет, соответственно, другая сортировка. По номеру документа, по дате, по сумме. Ну, то есть можем сортировать так, как нам выгодно. Есть еще поле поиска. То есть мы можем ввести сюда конкретный текст, если мы знаем, что… Что-то про этот документ более подробно, и нам нужно что-то найти. Еще раз повторюсь, здесь есть все документы, которые касаются продаж. Как нам сюда их ввести? При нажатии на клавишу «Создать» выбирается из меню то, что вам требуется. То есть здесь по крестику мы открываем справочник соответствующий, выбираем ту операцию, которая нам нужна. Кроме этого, то есть розничная торговля – это, в принципе, самый документоемкий раздел продаж, то есть требующий наибольшего количества документов. Ну, практически сейчас вся розница работает с кассовыми аппаратами, практически вся розница работает с маркированными товарами, то есть либо это подакцизные товары, либо это маркировка, например, кожаные обуви или меховых изделий, или, ну, практически все. Значит, для учета именно этого раздела у нас существует раздел розничной продажи. И первое – это помощник очередной – рабочее место кассира. Рабочее место кассира – это такой блок, в общем-то, достаточно большой, который позволяет автоматизировать пробитие чеков, возвраты, ну, то есть, собственно, вот так выглядит его интерфейс, и это позволяет тем работникам, которые именно с этим блоком работают, настраивать конкретные операции, если вы применяете скидки или еще что-то, то, соответственно, используются. И плюс здесь учитываются сертификаты. Например, подарочные сертификаты, которые можно и продавать, и просто вручать в виде какой-то скидки. Также серия номенклатуры, смешанная оплата, если вы используете и карточку, и наличный расчет. То есть, ну, вот видите, интерфейс достаточно понятный, то есть здесь особо ничего не нужно после того, как заполнены справочники, ну, например, номенклатуры, то есть штрих-кода. Тогда после этого уже особых трудностей именно в использовании не возникает. Самые основные сложности, ошибки и непонимания возникают именно на этапе, когда только заполняются справочники или строится структура организаций и справочников. Поэтому я делаю еще раз акцент на этом моменте. Естественно, каждый документ имеет статус. Мы с вами уже про это говорили. Статус в самом документе можно поменять вручную и до определенного момента можно это сделать из самого журнала. То есть вот установить статус. И дальше пошли документы, в которых я хочу установить статус. Или в самом документе, вот он у нас статус. И какие могут быть для этого конкретного товара и для этого конкретного клиента скидки или предоплата или какие-то другие условия работы с этим контрагентом. Хочу обратить внимание, закладочка основной это в 90% случаев шапка предприятия, то есть сведения про организации, которые участвуют в данной транзакции. Закладочка товара это всегда табличная часть, то есть что мы конкретно продаем или покупаем. И закладочка доставка. То есть если мы в меню инсы и администрирования поставили флажок, что мы учитываем доставку, управление доставкой, то появляется закладка доставка и соответственная информация. То есть в зависимости от того, что мы выберем, будет наша транспортная служба, например, будет осуществлять доставку или перевозчик с нашего склада, или это будут условия самовывоза, что ваш покупатель приедет самостоятельно за товаром на склад. Кроме этого указывается адрес доставки. Здесь у нас зашиты адресные классификаторы, то есть соответственно можно задавать по всей России. Закладочка дополнительная, это в основном частично техническая информация, частично указание, что надо сделать. То есть видите, для какой печатной формы, то есть торг 12 или акт на передачу прав. Дальше кто эту сделку осуществлял, то есть пользователь, менеджер в данном случае. И очень важная информация для бухгалтерии, то есть группа финучета расчетов задается отдельно и указываются счета, которые используются в бухгалтерских проводках в регламентированном учете. Раньше это меню было в разделе сервис, но сейчас это вот конкретно дополнительная информация. Так. Еще в меню закупки у нас есть возможность работать с декларациями. То есть если у вас импортный товар, то соответственно механизм, функциональность практически всех разделов, которые были торговлей, склад, например, бухгалтерия, и зарплата и кадры, функциональность полностью сохранена. Добавлены новые достаточно интересные либо возможности, либо помощники, либо какая-то справочная информация, но функционал весь сохранен. Если у нас идет разговор об импортном товаре, то мы можем указать, соответственно, ГТД, когда мы приходим в импортный товар, мы создаем ГТД, привязанное к этому документу, и вот здесь располагается справочник ГТД. То есть мы можем зайти, посмотреть, может быть, что-то исправить. Но обычно это к оптовой торговле относится, поэтому сегодня мы про нее не будем говорить. Я просто показала, где это находится, чтобы было понятно, что возможности достаточно большие. Можно делать комплект документов о ввозе к оформлению. Это, например, белорусские, ну, то есть те организации, которые входят в состав ЕАЭС для налоговых органов. Розничная торговля, кроме того, что используются кассовые аппараты и чаще всего сканеры штрих-кодов, имеют еще несколько особенностей, и про которые мы сейчас вот по ходу пьесы поговорим. Доставка от поставщиков. Это тоже управление доставкой, один из его подразделов. И, соответственно, он опирается на задания. Задания включают в себя возможность и выбрать какое-то транспортное средство. Транспортное средство мы для того, чтобы работать с транспортными средствами, имеется два справочника. В первом справочнике мы создаем техническую, так сказать, информацию про транспортное средство. То есть его аккубатору, грузоподъемность, марку, ну и так далее. И тип транспортного средства. То есть вагоны, фуры, самолеты, корабли. То есть вид транспортного средства, которое вы используете. После того, как эти справочники заполнены, у вас уже будет заполняться весь грузовой раздел товаро-транспортных накладных. Обмен с подключаемым оборудованием оффлайн, это если у вас не подключены, ну не подключено оборудование в режиме онлайн, лучше, чтобы этот раздел все-таки заполнялся с участием узких специалистов. То есть это весовое оборудование, которое достаточно много марок имеет и так далее. И контрольно-кассовые аппараты, которые тоже имеют большой ассортимент. То есть все-таки, чтобы их подключали узкие специалисты именно по торговому оборудованию. Собственно говоря, основная информация, это, которая заполняется в разделе НСИ, в разделе закупки, это мы с вами в общих чертах мимо них пробежались. Теперь для того, чтобы начать торговлю, нам необходимо, ну естественно, оприходовать товар и после этого определиться, как мы работаем. То есть работаем мы с заявками или работаем мы без заявок. Ну, сначала мы с вами давайте посмотрим создание обычного документа. Значит, в этом случае мы в меню продажи расчеты с клиентами тоже посмотрим на уже конкретном документе. То есть мы в меню продажи войдем в документы продажи все. Значит, это вариант, когда мы с вами работаем без заказа клиентам. В этом случае мы делаем продажи и дальше все привязано уже к этой цепочке. Повторюсь, у нас сейчас откроется журнал всех документов полностью и через кнопку создать мы выбираем, что у нас в нашем случае реализуется. То есть реализация с отложенным переходом прав собственности и реализация внеоборотных активов это тоже отдельные документы. Также, как реализация товаров в пути. То есть это, например, когда у вас есть таможенные документы и переход права собственности не совпадет с моментом поступления на склад. Мы возьмем обычную реализацию и, соответственно, посмотрим, что у нас здесь есть. То есть, естественно, если вдруг мы работали бы по заказу, но не заполнили, можно вернуться, проставить флажок и создать заказ уже из данного конкретного документа. Шапка, то есть табличная часть заполняется просто выбором и выбирается вид операции. То есть это обычная реализация, комиссионная торговля или мы выберем с вами обычную организацию, выбираем склад. При этом хочу отметить, что склад, информация про склады заполняется в структуре организации и, соответственно, задается склад оптовый, розничный, к какому подразделению он относится и так далее. И контрагенты, то есть выбирается, соответственно, ну вот, например, мы выберем первое. В этом случае у нас есть документ соглашения, который мы можем уже, если заранее ввели, использовать, а можем просто создать и, соответственно, в этом случае появляется диалоговое окно по созданию нового соглашения. То есть здесь заполняем все сведения, которые у нас имеются и те, которые мы знаем про это. Про это предприятие, про этот документ, про это соглашение. Хочу еще остановиться на закладочке доставка. То есть если мы выбираем, что, например, наша транспортная служба для клиента, то здесь тоже нужно заполнить обязательно всю информацию, которая есть про адрес доставки и так далее. Здесь может располагаться указание экспедитору, что, например, отнести документы там в бухгалтерию или передать какие-то документы там руководству, то есть поручение для экспедитора. И опять же, закладочка дополнительная, это наши технические, так сказать, подробности для транспортно-грузового раздела. И естественно, мы выбираем форму документа, который нам необходимо получить в печатном виде для сопровождения этого груза. Сюда во все документы, которые существуют в ERP, можно привязывать файлы, например, копии сертификатов или распоряжения по хранению или распоряжения по, ну, например, по укладке палет, по, ну, какие-то документы, которые потребуются для, нормальной, безопасной доставки клиенту. Хочу обратить внимание, что серии и дополнительная информация может заполняться еще вот по этим кнопочкам. То есть работа с сериями, к сожалению, я неудачно выбрала закладку, работа с сериями, предполагает, что в номенклатуре эти серии применяются, учитываются, соответственно, из штрих-коды, то есть вот этот блок полностью сохранен из блока торговля, управления торговлей и содержит тот же, тот же функционал, который у нас в торговле есть. соответственно, если мы выберем вариант, когда используются заказы, то есть другой вариант, то в этом случае первоначальный документ, который создается, это заказ клиента. Создать заказ клиента, и у нас тоже открывается диалоговое окно, в которое мы можем добавлять по ходу пьесы, то есть, например, у меня есть новый контрагент, я не хочу отдельно заполнять справочник, я из данного документа делаю уже заполнение всех сопутствующих справочников, которые потребуются для этого документа. То же самое, те же самые закладочки про доставку, дополнительные сведения и основное, то есть сведения про контрагента. После этого, фактически, мне не надо будет создавать никаких документов, у меня все последующие документы будут привязаны к этому конкретному заказу. То есть, соответственно, если если я создаю новый заказ, то у меня к нему пойдет и печатная форма, но, опять же, это в зависимости от того, как я выберу настройки первоначальные в разделе НСИ. То есть, в этом разделе настройки про обеспечение при различных видах работы с заказом или без заказов. Значит, если я создаю документ заказ, извините, как я промахнулся, заказы, нет, заказы, заказы покупателей, то в этом случае у меня создается документ, на основании которого, вот используя такую пиктограммку, два листа копируют друг друга, создается вся цепочка документов. То есть, создается и счет на оплату, и итоговые, например, акты выполненных работ, или заказы на перемещение складское, или передача материалов производства, то есть, просто, как обычно, вот на основании в обычных документах предыдущих версий, да, ну, собственно, очень широко использующихся в 1С. Есть еще один интересный момент, то есть, если по заказам, то это упрощает ввод документов, особенно, если многострочные документы, имеют много позиций, плюс это возможность резервирования товаров. Значит, соответственно, если мы говорим с вами про розничную торговлю, то кассовое оборудование, которое подключено, имеет два назначения, то есть, во-первых, чек, если товар у нас продан, в этом случае программа чек выбивает на проданный товар, и если чек на возврат товара, то есть, если товары возвращаются. Естественно, так же, как и в других документах, например, в управлении торговли, мы можем использовать оплату эквайлинговым, то есть, банковскими картами, можем учитывать бонусы, акцизные марки, ну, то есть, эти все справочники заполняются в ходе либо переноса данных, либо первоначального заполнения этого справочника. В меню протажи есть еще один раздел, это работа с торговыми представителями. Этот вариант может использоваться и при розничной торговле, и при оптовой торговле. Для этого существует целый блок торговых представителей. Это абсолютно новый и уникальный блок, поэтому мы чуть-чуть подробнее на нем остановимся. Значит, ну, в первую очередь можно делать задания для торговых представителей. В этом задании мы, соответственно, указываем, что конкретно мы продаем, какой сегмент, какой товар, ну, то есть здесь на закладочке условия мы заполняем информацию про контрагентов и про нашу сделку. На закладочке условия продаж заполняется информация, которая касается именно оформления, оформления этой сделки. Склады, если вот здесь обеспечиваются склады обособлены, заказы обособлены, то под конкретный заказ будет зарезервирован товар, который будет недоступен для продажи. Прочие условия, то есть это касается тары, регулярности, опять же видите группа финучета расчетов в нашем случае здесь не заполнено, потому что не были заполнены первоначальные данные. На основании вот этого пункта будут формироваться бухгалтерские проводки, то есть проводки регламентированного учета. Соответственно мы заполняем всю информацию, которая требуется для данного контрагента, для данного дистрибьютора и для данной доставки. То есть здесь указывается конкретно торговый представитель, его начальник или его подразделение и на основании этих документов мы можем выбирать печатную форму, то есть либо это единичный бланк, либо это сводное задание, когда нескольким например одному экспедитору дается для развоза несколько адресов, ну то есть делается задание торговым представителям и после этого на основании этого задания пробиваются чеки. Печатная форма, в этом случае у нас будет товарный чек. Вот такой вот формы со штрих кодом, что дает возможность это использовать в автоматизированном так сказать учете. Так, по заказам экспедиторов по заданиям мы можем это значит задания, которые у нас уже сформированы и соответственно имеют определенный статус. Про статус я уже говорила, то есть статус у нас достаточно много вариантов имеет, но в нашем случае если уже к отработке, то соответственно мы можем распечатать документацию и отдать ее водителю. если уже отработан, ну то есть пришли от экспедитора подтверждающие документы, то может быть обработан статус иметь или отмена, если отказались и несколько печатных форм, то есть опять же сводная, отдельная и единичная. Если у нас было заполнено раньше задание, то этот документ сформировать достаточно просто, просто выбрать задание нужное. Так, не нужно нам меню продажи. Кроме этого есть еще несколько функций, которые в общем-то разработаны индивидуально уже для конкретной программы ERP. первое это возможность работать с приложением 1С бизнес сеть. В этом случае данные помещаются в общие справочники и это дополнительная площадка для торговли, для поиска партнеров. Если у вас оформлена подписка на ETS, на ETS проф, то часть услуг, ну, например, использование некоторых приложений типа контроль контрагентов, информация о бизнес парк будет бесплатно. В некоторых других случаях, если у вас ETS не проф, техно, эти приложения будут платные, так же, как и услуги бизнес-сеть. здесь у нас еще расположены справочники и классификаторы для работы, например, ну, с марками, для подключения возможности работать через операторов марок, например, честный знак, там, EGIS, ну, то есть в зависимости от того, что в вашем бизнесе используется. И в меню сервис, то есть во всех разделах есть вот такой блок, в котором можно создавать дополнительные обработки и отчеты и плюс настроить штатный обмен с EGIS, ну, то есть с какими-то другими системами, с которыми нужно заказывать эмиссию марок, потом учет марок в самой программе и так далее. Сюда же вынесено вот в это в общее меню вынесены и отчеты, которых на самом деле очень много. Отчеты по продажам у нас фактически достаточно большой спектр имеют. То есть в отношении обычных, которые присутствовали во всех предыдущих конфигурациях и есть еще достаточно необычный отчет, ну, например, карта продаж. Это в случае, если вы указываете районы продаж, районы размещения бизнеса, то вот такая отчетность позволяет графически наглядно получить аналитику, где продается что-то активнее, где нет. Рейтинги, ну, то есть вот сюда могут кроме уже имеющихся здесь отчетов добавляться еще какие-то ваши. То есть мы можем добавить отчеты, которые первоначально не включены, но, допустим, вы их будете использовать. Так. комиссионные закупки, ну, это, в принципе, тоже, если в вашем бизнесе имеется комиссионная торговля, то вот в этом разделе настраиваются отчеты комитентам или принципалам, ну, то есть отчетность, которая будет использоваться именно в комиссионной торговле. Кроме раздела продажи при розничной торговле нас еще будет интересовать меню склад и доставка. Потому что, собственно говоря, все движения товаров у нас все равно проходят через складское хозяйство и через розничные точки, которые тоже имеют какие-то товарные запасы. Вот здесь меню обеспечения потребностей очень очень важно. то есть состояние обеспечения потребностей это в случае, если мы с вами работаем по заказам, позволяет планировать загрузку, планирование, делать расчеты и бюджетирование использовать. Управление доставкой. мы с вами его видели уже в меню продажи и склад и доставка. И также ордерные склады, но ордерные склады в розничной торговле практически очень не часто используются, а мы сегодня с вами говорим про розницу. Опять те же самые пункты, то есть начальные настройки справочников по складу конкретно и варианты размещения на складе, то есть адресное хранение товаров на складе. Первоначально это требует достаточно большой трудоемкости работ и проведения, но зато потом позволяет очень четко отслеживать затраты на товарные запасы, соответственно обеспечение, размещение, ну то есть унификацию документов. И что нас еще в этом разделе будет интересовать, это собственно говоря излишки недостачи и порчи, то есть поскольку розница без инвентаризации практически неконтролируемый самолет, то этот блок очень важен. Сразу хочу обратить внимание, здесь нету документа под привычным нам названием инвентаризация. Вместо этого у нас существует пункт пересчета товаров. Значит, естественно выбираем какой необходимый склад и создаем документ, какой-то конкретный документ. Он имеет шапку, имеет табличную часть, а вот форму, уже которую мы хотим выбрать, мы выбираем печатную, то есть мы заполняем табличную часть, добавляем какие-то сюда какой-то список товаров, он практически идентичен тому же разделу в многих других конфигурациях в управлении торговли, например, в бухгалтерии тоже, но печатную форму инвентаризационной описи, здесь выведена она именно как отдельная печатная форма, не как отдельный документ. Здесь же точно так же выводится форма с лечительной ведомости и административные документы на проведение инвентаризации. И немножко изменен привычный нам порядок работы с результатами этой инвентаризации. То есть у нас излишки недостачи и форм излишки и недостачи товаров выводятся как отдельный документ на основании инвентаризационной ведомости. То есть он создается на основании и опять же имеет печатную форму. То есть либо это излишки товаров, которые приходятся, либо недостачи, которые если найдены виновные с них удерживаются, если не найдены, то соответственно нет. И боком немножечко я коснусь раздела работы с довальческим сырьем. Потому что многие организации берут например довальческое сырье на переработку и выставляют свои услуги за эту операцию или наоборот отдают свой материал в переработку. Важный момент еще при розничной торговле, при отражении розничной торговли именно в ERP это то, что отчетов здесь гораздо больше и отчеты достаточно необычные. Посмотреть можно и отчеты по складу и отчеты, которые мы с вами уже смотрели в меню продажи и собственно еще у нас есть регламентированный учет, то есть отчеты, которые связаны именно с отчетностью уже перед фискальными органами, бюджетными фондами, ну то есть все, куда они отдаются. Еще одна тонкость, что при закрытии месяца любую. При закрытии месяца мы можем не обязательно закрывать все периоды, или не все периоды, а весь месяц, мы можем вместо этого просто сделать проведение регламентных операций. меню закрытия месяца. В этом случае программа анализирует и показывает какие операции где были или некорректные или нестандартные. Ну пока у меня формируется этот отчет, он к сожалению достаточно тяжеловесный, наверное один из самых тяжеловесных вот видите то есть дается подсказка что прошло неправильно и что нужно сделать то есть например аннулирование подарочных сертификатов или что-то еще ну то есть программа предлагает выполнить какие-то действия для корректного закрытия периода и естественно это касается и розничной торговли и других торговых операций то есть не только того что у нас есть ну собственно может быть есть какие-то вопросы алло не вижу не слышу какие-то вопросы которые вы хотели бы задать к сожалению видимо у меня нет обратной связи уважаемые коллеги если у вас возникли какие-то вопросы или по каким-то конкретным разделам вы хотели бы более подробную информацию получить мы будем очень вам за это благодарны и постараемся как можно подробнее на это ответить прошу прощения что вижу что пришел вопрос но не вижу самого вопроса обращайтесь к нам на электронную почту или задавайте вопросы в любом удобном для вас виде я постараюсь ответить на ваши вопросы но к сожалению вот сейчас я вопроса не вижу вы запускали ли вы розничную торговлю на реальном предприятии да запускали предприятия на нескольких предприятиях предприятия которые торгуют кожаной обувью предприятия которые занимаются изготовлением металлоконструкции да рабочее место кассира был такой опыт то есть если вам это необходимо можно уже конкретно под ваши условия под ваш бизнес посмотреть что вам надо и мы с удовольствием вам окажем помощь еще какие-то вопросы при организации рабочего места кассира здесь важно иметь совместимую кассовую технику совместимые весы сканеры ну то есть соответственно техническое оборудование которое настраивается отдельно и уже организацию этого именно в ERP то есть настройки через инсы и администрирование настройка самого рабочего места это операция достаточно часто используемая так что будем рады вам помочь к сожалению я больше не вижу ответа не вижу вопросов нет полного доступа у кассира то есть кассира РМК чаще всего мы стараемся его не делать и настраиваться отдельно права для этих сотрудников полный доступ оправдан только если это например один человек выполняет функции не только кассира к сожалению я вижу по времени у нас уже мы немножечко увлеклись к сожалению программа достаточно сложная именно в запуске то есть требуется достаточно много заполнить и справочников и административных документов то есть и структуру создать поэтому я в самом начале нашей встречи говорила что без внедрения ERP практически не не эффективно использовать и это будет разочарование вместо оптимизации хочу поблагодарить вас за внимание спасибо вам огромное мы очень ждем какие у вас будут вопросы и возможно мы сможем вам помочь с внедрением или с помощью ответить помощью на ваш вопрос благодарю вас за внимание всего доброго спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok